Тем временем в Днепре после операции пришли в себя полицейские из Бердянска, которые пострадали от взрыва гранаты при задержании. Напомню, это случилось в понедельник. Сегодня правоохранители рассказали подробности происшествия. Елена Мендалюк слушала. В Днепре Юрия перевезли из Бердянска в критическом состоянии. У него тяжелое ранение кишечника, начался перитонит. Хирурги из больницы Мечникова провели операцию, достали 6 осколков от гранаты. Сейчас полицейский уже пришел в себя. Что произошло 22 января, помнит плохо. Рассказывает, приехали в один из домов, где мог находиться подозреваемый в квартирных кражах. Полицейских предупредили. Преступник, вероятно, вооружен. Он сидел в машине вместе с двумя подельниками. Увидев правоохранителей, попытались бежать. Машина была заблокирована под одним из наших работников. Мы с Денисовой погнались за товарищем, который заработал гранату. А дальше я не знаю, как происходило уже. Но стрельба была однозначная. Помню, что уже храната взорвалась. И она лежала на земле. И рядом тело бандита. Ранение получили трое правоохранителей. Кроме Юрия Гусева, в Днепр привезли и Дениса Пархоменко. У него пробита трахея. Сегодня парень пытается ходить, но говорить ему еще тяжело. Готов в отделение переходить? Ну все, брат, потерпи. После реанимации Дениса ждет сложная пластическая операция. Она больше ювелирного плана, потому что шить и трахею, и гортань, все как одно целое. Убрать эти повреждения достаточно сложно. Это должны сделать только профессионалы, которые есть в больнице Мечниково. Третий раненый в больнице Бердянска. В Запорожской областной полиции комментировать ход расследования на камеру отказывается. Начальник управления Олег Золотоноша ограничился постом в Фейсбуке. Отметил профессионализм подчиненных. О злоумышленнике написал, что это ранее судимый за кражу мужчина. Его подозревают в причастности к многочисленным подобным преступлениям. Доказательства этим предположением правоохранители получили после обысков у скупщиков краденого. У возможных сообщников подозреваемого, о которых говорили раненые, полицейские, не обмолвился ни словом.